Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, друзья, компания Apple наконец-то презентовала свою линейку iPhone 16. Вы знаете, оказалось, что в утечках нам рассказывали, но далеко не все. Причем некоторые изменения, могу сказать, что удивили даже меня. Правда, могу сказать, что далеко не все из них вас порадуют. А некоторые даже, кстати, могут подкосить доверие к компании Apple. Так что обязательно смотрите это видео до конца, чтобы узнать о всех крутых фишках и недостатках iPhone 16, iPhone 16 Pro, Pro Max и всех остальных. Короче, давайте не тратить время не зря, потому что видео действительно получилось интересным. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя я уверен, что все уже давно подписаны. Лайк вам чай. Напоминаю, у нас с русскими есть свой телеграм-канал, где мы ежедневно публикуем самую интересную и свежую информацию из мира гаджетов и электроники Apple, Xiaomi, Samsung и свежий с ними. Так что обязательно подписывайтесь. Ссылка в описании под видео. Итак, начну я с нелюбимых детей Apple, а именно iPhone 16 и 16 Plus, которым вы представляете, в кой-то веке уделили внимание. Ну вот, например, их наконец-то переодели. И благодаря обновленному дизайну, теперь наконец-то iPhone 16 можно легко отличить от предыдущей линейки. Ну, правда, теперь получается, что их теперь сложно отличить от iPhone X, особенно если чехол одеть. Хотя это, знаете, это даже лучше. Так у вас гопники зато его не отберут, подумают, что старый iPhone X, зачем он им нужен? Знаешь, лохи какие-то. Зато базовый iPhone 16 и 16 Plus получили с барского купертиновского плеча новые процессоры A18, благодаря которым они на 30% быстрее iPhone 15. К тому же новый вот этот вот процессор получил еще и пятиядерный графический ускоритель. Представляете, благодаря чему базовые модели теперь могут запускать большие игры с консолью. Вроде того же самого, например, Resident Evil 4. Но все-таки стоит отметить, что A18 в базовых iPhone'ах, он слабее того, что стоит в прошках. Зато он поддерживает все вот эти вот новые фишки Apple Intelligence, которые Apple хвалила всю презентацию, словно, не знаю, там, сына маминой подруги. И если вы хотите узнать, что же там такого нового и интересного, то обязательно смотрите это видео до конца. А вот о дисплеях уже все, о дисплеях уже такого не скажешь, потому что там все по-старому. Да, вы представляете, Apple все так же до сих пор жлобится и снова поставила OLED-панели на 60 Гц и без поддержки Always On. Они вам как отмазки у моего оператора Русика, никогда не заканчиваются. Но зато теперь экраны iPhone 16 могут снижать, например, яркость до одного нита. Да и основную камеру, знаете, тоже решили особо не трогать. В то же время вот ультраширик, он уже получил более светлую оптику и теперь еще и поддерживает макросъемку. О, и кстати о съемках. Помните, как буквально пару лет тому назад ходили слухи о том, что компания Apple сделает свой смартфон следующий, без кнопок и портов. Так вот, могу сказать, что можете спокойно стирать вот эти вот истории. Ведь купертиновцы, они, знаете, как дети малые. Все делают наоборот. Ну, во-первых, потому что в iPhone 16 появилась кнопка действия, а во-вторых, Apple еще добавила во все модели новую отдельную кнопку для камеры. Не, ну как кнопку? Технически это не кнопка, это маленькая сенсорная панель, которая позволяет не только сделать фотку или там, например, начать запись видео, но и регулировать зум. Да, берете, просто проводите по ней пальчиком и картинка все приближается. Ну, а по двойному тапу можно, например, открыть настройки камеры. Хотя, знаете, если вы все лето топтали вот того вот хомяка, ну, если вы знаете о чем, то, я думаю, для вашего стертого пальца проблем не будет. Я считаю, что это прям отличное нововведение, ведь камера это чуть ли не главная фишка айфонов вообще в целом. Вопрос только у меня следующий. Почему они не додумались до этого раньше? Почему только сейчас? И почему даже, например, Samsung не сделала такого раньше? В общем, скажу так, что базовые iPhone 16 получили действительно неплохой набор новых фишек, как для базовых айфонов. И при этом Apple еще и не стала задирать ценник. Так, например, за базовый iPhone 16 просят 800 долларов, а вот за 16 плюс придется отдать 900. Ну, все же, как обычно, самые крутые фишки и самые крупные изменения получают какие айфоны? Правильно, про айфоны. Я бы даже сказал, что в этом году, вы знаете, компания Apple даже слишком расщедрилась. Сейчас расскажу поподробнее. Но для начала полезный совет, значит. Если так произошло, что ты ждал презентацию компании Apple 16 айфона, понаставлял себе кучу будильников и прямо за 5 минут до презентации решил чуть-чуть кимарнуть и заснул и проснулся через 3 часа, то ты знаешь, не нужно нервничать, а тем более биться головой об гипсокартон. Не нужно. Просто включи мой обзор. Все. Ну да, потому что я для тебя собрал только самую интересную информацию со всего обзора. Чего бы ты вот время тратил? А так посидишь 10 минут и все. Все знаешь. Да не надо уже, не благодаря. Подписывайся. Итак, продолжим. Вы знаете, судя по всему, компания Apple взяла на вооружение вот такое вот правило, что не дай врагам предугадать твой следующий ход. Ведь который год уже ходят слухи, что компания Apple хочет максимально разделить iPhone Pro и iPhone Pro Max по части характеристик. И какое-то время все выглядело действительно именно так. Но все же новый iPhone 16 Pro и 16 Pro Max показали, что у Apple, знаете, как у Русика в день зарплаты. Планы могут резко измениться. В общем, скажу так, что новые прошки действительно сильно изменились внутри, но при этом стали еще ближе друг к другу по характеристикам. Ну вот, например, Apple поставила новые дисплеи. И в iPhone 16 Pro стоит экран на 6,3 дюйма. А вот в iPhone 16 Pro Max стоит дисплей уже на 6,9 дюймов. Да, дисплеи стали больше. А Pro Max так и вовсе. Не знаю, там без 5 минут планшет. В принципе, ход логичный, потому что, ну как бы, iPhone Pro Max его позиционируют как для людей, которые создают контент, ну для таких креаторов. Ну да, ведь такой большой дисплей еще, он позволит вам делать больше всего на ходу. Вроде там, не знаю, монтажа коротких видео или там, например, редактирования фото. И при этом отмечу, что в обоих моделях стоят OLED-панели на 120 Гц. Русик, тебе, чтобы переобуваться на ходу, тебе iPhone не нужен. Ты и так на лету переобуваешься в другой раз. Также еще iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получили еще и новый сверхмощный процессор, а именно A18 Pro, у которого теперь, представляете, шестиядерная графика. И помимо улучшенной производительности вообще в целом, он также еще и выделяется прокаченным нейронным процессором для задач искусственного интеллекта. Так что Pro-шки буквально стали умнее, понимаете, умнее умного пылесоса и других смарт-гаджетов. Насколько умнее, расскажу вам немножко позже. Ведь там, знаете, там много всего интересного, там в двух словах не расскажешь. Также еще компания Apple порадовала и новыми камерами. Ну как, новыми, почти новыми. А все дело в том, что из-за увеличенной диагонали дисплея iPhone 16 Pro и сам смартфон стал немножко больше. Так что Apple все, наконец-то, смогла уже запихнуть в него пятикратный телевик, как в iPhone 16 Pro Max. Ко всему, обе Pro-шки еще и получили новые ультраширики на 48 мегапикселей. Так что всех яблочников торжественно поздравляю. Как говорится, добро пожаловать на вечеринку. Ничего, что с опозданием. Ладно, что пришли. Ну и само собой понятно, что компания Apple насыпала еще, как говорится, с горочкой разных фишек для видеосъемки. Во-первых, теперь, например, основная камера iPhone 16 Pro может записывать видео в 4К и 120 фпс. Это для очень крутых слоумов. Во-вторых, появилась функция для редактирования звука в видео. И вот, например, теперь пользователи смогут убирать фановой шум, выделять, например, голоса людей в кадре. Ну а также улучшать запись голоса, словно она делалась, там, не знаю, в студии. В студии, а не на кухне под пельмешки, как всегда. Ну а для любителей пофоткать добавили фотографические стили нового поколения, которые позволяют тонко настраивать цветовую гамму фильтров. Ну и на всякий случай уточню, что вот эта вот отдельная кнопка, которая для камеры, точно так же есть и в iPhone 16 Pro и в iPhone 16 Pro Max. Ну, на всякий случай. Ну и вот, чтобы прикоснуться ко всем вот этим вот прекрасным фишкам, можно взять либо iPhone 16 Pro, который стоит 1000 долларов, либо, например, iPhone 16 Pro Max, который стоит от 1200 долларов. Ну и, конечно, больше всего компания Apple гордится своим искусственным интеллектом, который Apple Intelligence, который, собственно, и стал главной фишкой iPhone 16 и 16 Pro. И пускай купертиновцы и опоздали на вечеринку вот этого вот искусственного интеллекта, но станцевали они далеко не хуже, а могу сказать, что даже лучше всех. Ну, значит, первое важное изменение — это поумневшая Siri. Теперь она лучше понимает, что вы ей говорите. И, кстати, даже распознает контекст. Вот, например, ставили вы ей какую-то задачу, да, и случайно взяли и оговорились. Так вот, вы можете сразу ей об этом сообщить и сказать, что конкретно вы имели в виду, да? И вот она поймет, что вы от нее хотите, представляете? Также теперь Siri может еще и делать за вас какие-то простые задачи. Ну, например, вроде отправки, там, например, фотографий какому-то человеку в мессенджере. А еще она может найти вообще все, что угодно на вашем смартфоне по описанию. И вот таким образом можно найти, например, фото, сообщения, имейл и так далее. Ко всему Apple Intelligence будет еще и подрабатывать вашим собственным почтальоном, разбираясь с вашими сообщениями. Если вот, например, так произошло, что кто-то настрачил вам какую-то огромную смс-ку, то искусственный интеллект вкратце напишет вам суть сообщения в уведомлении. Ну, а если вы ввели какую-то очень долгую, например, очень важную переписку по электронной почте, то Apple искусственный интеллект сможет потом в краткой форме подытожить все, о чем вы говорили. Более того, он еще и поможет вам с написанием писем и сообщений. И может, например, переписать все, что вы напечатали, например, в более дружественный, или наоборот, например, в более профессиональный тон. Ну и также еще одна мелочь, но тоже прикольная. Это то, что с помощью искусственного интеллекта даже камеру прокачали. И вы можете, например, просто соткать какой-то объект, а потом Apple Intelligence уже расскажет вам, что это такое. О, наконец-то узнаем, Русик, что ты у нас такое. А то даже врачи, он, не уверены на 100%, что ты человек. И вместе со смартфоном Apple, конечно же, показала и Apple Watch 10 с новым дизайном, еще и в более тонком корпусе, толщиной всего 9,7 мм. При этом диагональ дисплея у них выросла, и экран Apple Watch 10 даже, кстати, больше, чем в Ультре. Все, теперь на таком экране можно спокойненько набирать текст уже без помощи вупы. Причем вот этот вот новый OLED-дисплей, он же еще и с особенными пикселями, которые увеличивают углы обзора. И вот при всем при этом, Apple смогла еще и повысить время работы до 18 часов, представляете? Ну а просят за вот эти чудо-котлы от 400 долларов. Это за модель GPS. В то же время Apple Watch Ultra 2 они получили новую черную расцветку, а также еще и несколько дополнительных ремешков, один из которых, кстати, титановый. Ко всему вы сможете себе докупить еще и новенькие AirPods 4. И вот, значит, помимо улучшенного звука с новой акустической архитектурой, они получили еще и поддержку жестов головы. Ну что, непонятно, что это значит? Например, кивком можно принять звонок, а вот помахав головой со стороны в сторону, вы его отклоните. Короче, если вы теперь в транспорте или, например, на улице увидите человека, который судорожно машет так или так головой, то не спешите вызывать скорую. Конечно, может, у него просто новый AirPods 4, а вы сразу скорую. Ну и самое главное, это то, что вместе с обычными AirPods 4, Apple выпустит еще и улучшенную версию, это уже с активным шумоподавлением. И вот, значит, за обычные AirPods 4 просят 129 долларов, а вот за улучшенные, это которые с шумоподавлением, 179. Так что вот такая вот получилась презентация. Кстати, напишите в комментариях, какой из гаджетов сегодняшней презентации понравился больше всего вам. Нам с русском будет интересно почитать. А также, конечно же, посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезные, но еще веселые и интересные. И главное, помните, что все самое интересное где? Верно, в коробке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!